Всем привет! Мы на саундчеке группы «Ночные снайперы» и рядом со мной находится замечательный гитарист этой группы Денис Жданов, который расскажет нам, из чего состоит его гитарный звук. Мне всё достаточно тревиально, как у всех гитаристов, которые используют во всём мире эффекты. Вот у меня мой педалбор. Тут не всё, что мне хотелось бы, чтобы было бы, но пока, в общем, со временем это будет что-то переставляться. Он каждый раз собирается, это как конструктор Лего. Под каждый концерт, возможно, что-то добавляется? Можно, да, но есть какой-то определенный костяк эффектов, которые не меняются. Это дилей, он всегда таймлайн фирмы Страймон. Да, очень навороченный крутой дилей, тут порядка 48, по-моему, дилеев, и он, в общем, творит там сумасшедшие дела. Ну, обычный дилей, потом какие-то фейты. С реверсом немного, да? Да, с реверсом. Ну, это такие эффекты, в общем-то, кучу всякой красоты можно нарулить. Такие, такие, как бы, эффекты, которые можно в студии использовать. В основном, прилавки используются на 3-4 эффекта. RC-booster. Он просто чуть красит звук, и я делаю его на соло, иногда громче. Выделяем. Да, выделяем. И еще бывает, когда комп недостаточно хороший, я просто его все время включаю, и он, как бы, более-менее еще. Любимая педаль Скотта Хендельсона, кстати, была. Сейчас не знаю. Строймон, блюз кай. Ну, собственно. Да, это реверс. Это хорус. Тоже такой аналоговый, да? Это аналоговый хорус с 85-го года. Здесь еще и Max Air Fade. Тремоло маршловское вибро. У него есть и тремоло, и вибро. И вибро тоже. Компрессор. Компрессор известная вещь, что он делает. Он, как бы... Мэтт-профессор. Мэтт-профессор, да. Хороший, хороший. Но, мне кажется, что все компрессора, они примерно одинаково работают, и звучат тоже примерно одинаково. Самый лучший тюнер в мире. Босс. Внимание, босс, хроматик тюнер. У меня был тоже. Как он фирмой? Беленький такой. Политен? ТС-электроника. Да, ТС-электроника. Я купил маленький. Подкопил за то, что он маленький, но мне было неудобно на кнопку нажимать, потому что она все время залипала. Кстати, в бутиковых педалях есть такая проблема. В таких каких-то, они не ботиковых, ты нажал на кнопку, и она прям кнопка, прям кнопка. И здесь у босса тоже очень все удобно, как бы, включение-включение. А вот у этих ботиковых, например, я часто нажимаю на эту кнопку, чтобы пресет выбрать. И она, бывает, залипает, надо как-то аккуратнее ощутить, а не сразу нормально. Ну, с этим можно как-то жить и привыкнуть. Но касательно этого дела, касательно тюнера, конечно, это должно работать стабильно. Потому что, если ты нашел, нажал, а как бы периодически приходится построиться с очень часто на концерте. Тем более, если и рок-н-ролл играешь, то можно на ненастроенный, конечно. Самое, в принципе, интересное. BB преамп, Exotic Effect. Это такой кранч. Такой приятненький. Это хорошая педаль. У него более-менее такой натуральный перегруз. Такой основной перегруз. Это у нас тоже, как кранч, Т-рекс, Матхань. Я нашел такой. И дисторшн. Немножко так лайтов, за счет того, что у меня синглы на керре. Лично я нашел для себя в Ютубе, что их можно комбинировать, эти два эфира. Ну, там, конечно, подрезает. Но когда хороший комбик, получается, можно соло. Какие-то вещи внутри коллег, они ходят. Мы общаемся все из разных групп. Что-то берем друг у друга. Ну, да, на тест-драйп. Да, на тест-драйп. Самое большое удобство в этой край-бэйби в том, что ее не нужно включать. А, активируется, когда нажимаешь. Активируется, да, при нажатии на педаль. Сибрид, это какой-то новый вышел. Питание на педали. Кстати, стримоны, эти питаются отдельно. Вот они, блоки. Нужно, в общем, доработать еще тут некоторую историю. Если много педалей, самое главное питание. Потому что когда все начинает фонить, и это не есть хорошо. А, и вот эта кнопка хитрая, как бы, она, так как у меня, тюнер отдельно включен, и я просто нажимаю на нее, она делает мьют. Соответственно, я могу подстраиваться. Да, чтобы никому не мешать. Да, никому не мешать, и все. Возвращаясь к педалям, они офигенно звучат стерео. То есть и ревер, и дилей, стерео эффект, в принципе, это тоже тремовый стерео эффект. Но я его как ману пускаю, они прекрасно звучат стерео. Это Fender Telecasting Deluxe. 73-го года, старый инструмент. Мне очень нравятся старые инструменты. Здесь два хамбайкера, причем хамбайкеры фендеровские тех годов стоят. А распайка, как у Леспола. Два тона, две громкости, трехпозиционный переключатель. Тоже американский инструмент, фирма Сухор. Тут три сингла. Пятипозиционный переключатель. Да, да, да. Два тумблера и одна ручка громкости. Можно с фендером перепутать, да? Издалека, да. Стратовская форма. Но самое интересное, что Сухор. Джон Сухор, это человек, который работал на фендере. И, в общем-то, он, по-моему, ушел, сделал свою компанию. Здесь накладка и колки. Как они называются? Ну да, в общем, это название я не смогу прочитать. Но да. Клевая система. Хорошая система. Все очень круто, отличный инструмент. И есть машинка односторонняя. Эти инструменты очень точные, очень крутые инструменты. То есть, это не реклама. Я всегда раньше относился с очень большим предупреждением к современным инструментам. На самом деле, все не так. Мне нравятся фендера. Твины только старые люблю, потому что у старых есть именно тот звук хороший, который мы все любим, слушаем и торгаемся. Современные, ну, современные Deville и Deluxe, они так и грустят на честном звуке. И есть еще SuperSonic. Вот я себе приобрел относительно недавно, но очень доволен звуком. Ну, люди еще используют процессоры. Есть кемпер, есть этот, как его, Axe FX, по-моему. Да, Axe FX. Одновороченные очень. Но везде есть нюансы. Честно говоря, они тоже очень все круто звучат. По-моему, кемпер очень круто звучит. И многие коллеги мои используют кемпер. Как-то вот, которые до самого, по-моему, кемпер используют. Потом из фруктов гитарист Алексей. В общем, я думаю, что это на вкус и цвет. Ну да, да, согласен. Лично для меня цифра немножко, ну, естественно, это цифровой звук. И поэтому мне иногда важно более тактильное ощущение. То есть, чтобы даже с этих педалей, с динамика, даже с этих транзисторных педалей можно получить это. То есть, с цифровой педали ты, ну, из процессора не всегда это можешь получить. С Lines X, кстати, неплохо делают процессоры. Ну, тоже. В общем, это для начинающих гитаристов, конечно, можно, да, пожелать, что можно купить Lines X и все. И более-менее нормальную гитару. Как касается людей, которые занимаются профессионально, есть, которые используют тот же самый Lines X. Все зависит от настроек. Может, тебе могут поставить хороший тракт с комбиком, затем могут быть хорошие педали, но звук от этого может страдать. Потому что чего-то можешь там не так настраивать и чего-то не умеет. В общем, насчет музыкального образования. Вот для молодых, там, или начинающих музыкантов, твое мнение по этому поводу? Свет очень простой. Если есть талант, образование не нужно. Если есть талант с образованием, это очень хорошо. То есть, для начала нужно для себя понять, насколько хочется за этим заниматься. И потом сейчас у нас эра интернета. Соответственно, очень много всяких видео есть разных. И можно посмотреть какие-то уроки начальные, на начальном этапе. А там уже думайте, понимаете, стоит ли или не стоит. Но для себя всегда можно что-то открыть новое и заниматься. Я думаю, что это лишним не будет. Делайте, дерзайте, занимайтесь, играйте, общайтесь с своими друзьями. Может быть, кто занимается музыкой. В общем, и тогда у вас обязательно все получится. Главное, не отчаивайтесь. Спасибо большое. С нами был Денис Жданов, гитарист группы «Ночные снайперы». Рок. С нами был Денис Жданов, гитарист группы «Ночные снайперы». С нами был Денис Жданов. Гитарист группы «Ночные снайперы». Х